Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Добрый вечер! Чао! Привет! Я решила ввести новую рубрику на своем канале, которая будет называться Девишник. И сегодня у нас есть даже новый гость на канале, девушка по имени Лада. Привет! Да, вот. И мы собрались у Лены. Сейчас мы будем готовить гроганзолу. Обещанную. Обещанную, да. Наконец-то мы собрали все ингредиенты и сами собрались. Ну, а потом будем, так сказать, болтать по-нашему, по-дечи, да. Потому что у нас это будет Девишник. Ну, сейчас я буду снимать Лену, Ладу. Мало меня будет в кадре. Так что, поехали? Начинаем готовиться. Начинаем. Тарелки-то американские, эти штучки. Так, Лена, ты... Что? Девушки. Лена, ты, значит, на своем канале собралась всех учить. Нет, я не буду никак... Наслаждаться жизнью. Нет. Ну, ты там говоришь, ты там говоришь, так. Слушай, ты рано начала меня подкусывать. Я еще тебе пригожусь. Хорошо. Так, ну, чисто по итальянской теме, чтобы сначала получить удовольствие, а потом приступить к приготовлению горгонзолы. Вот ты видишь, русские граждане неправильно понимают. Она намекает, что мы сейчас получим. Неправильно. Ты не поняла смысл? Потом я тебе объясню в процессе. Смысл чего, я не поняла. Не еду ничего. Смысл моей этой... Философии. Философии, да. Ты не поняла смысл. Не то, чтобы вначале получить удовольствие, а потом приступить уже напевая. Неправильно. Сейчас у нас идет аперитив. То есть во время аперитива мы уже там подготавливаемся мысленно к принятию пищи. Вот и все. А не потому, что получать удовольствие, мы уже сейчас начнем. Мы вот собрались с компанией, уже считаю удовольствие. Конечно. Общаемся. Так, ну что, приступаем. Лен, значит, скажи мне, пожалуйста, вот это горгонзола. Вот, я покажу всем. Раджида называется по-итальянски. Сейчас ты не меня показываешь, а не ее, да? Да, да, да. Называется... Ко мне повернем. Горгонзола. Лучше, вот если будет выбор горгонзолы, кто, если может быть, и за границей нас смотрит, нужно горгонзола пиканты. Пиканты. То есть бывает горгонзола дольче, она там с этим, со сливками. А эта горгонзола пиканты, она более плотная по консистенции. Ну, это относится к голубым сырам. На 4 человека нужно горгонзола пиканты, под названием. 100 грамм на... Мы будем сейчас делать... Ну, вот это я типа 200 покупала. Ну, ничего, возьмешь домой половинку. Рисотто у нас будет на 4 человека. А, это ризотто будет, да? Рисотто, да. Рисотто, горгонзола, перри и ночи. То есть груши и грецкие орехи. То есть то, что мы вам обещали. А как грецкие орехи по-итальянски? Ночи. Ночи? Угу. То, что мы вам обещали давным-давно к Новому году, но теперь к Старому Новому году. Да. Ну, или к любому другому празднику. То есть... Выключили? Нет. Почему? То есть, смотри, я думаю, на 4 порции это 100 грамм. Но если 150 грамм, все равно захотят добавку. И поэтому нормально. Да. Кто на всякий случай, справочка, горгонзола из коровьего молока делается. Да, из коровьего молока. И сыр, это как бы сказать, с благородной голубой плесенью. И месторождение его в основном Навара. Это около Милана. Сейчас вот я когда была, я видела прямо в фабрике. Ну, и тоже вот горгонзола, как назывался город, город под Миланом, да? Где я сейчас не родилась. Это слово обозначает вот тот город. Я не знаю, сейчас он существует или нет. Да. Но так же, как Пармиджана, город Парма, родина сыра Пармиджана. Итак, сначала мы, значит, взяли, мы берем сколько, три вот таких вот груши, да? Таких плотных. Нет, нам нужно две груши, у нас тоже одна лишняя. Мы учитываем, что мало ли кто придет или захотите добавить. Ну, такие твердые они должны быть. Твердые обязательно, да. Потому что они как бы готовятся. Или вот такие вот пузатенькие. Или есть такие груши, типа как гантели, я не помню, как они называются. Вот такие. Можно счистить. Это Вильямс, по-моему, да, Ладонид? Это Вильямс? Да, кажется так. Вот, значит, чистим две груши. Две груши. И освобождаем их от семечек также. Не только сейчас. Лада, скажи, пожалуйста, ну вот ты у нас только появилась на канале, да? Лада, подруга Лены. И расскажи о себе немножко, чем ты занимаешься? Сейчас я занимаюсь разными делами. Там, в зависимости от того, что как бы интересно стараюсь. Потому что я уже с профессиональной точки зрения, я человек состоящийся. И в своей профессии я достигла всего, чего возможно. Остается назвать профессию. Профессия у меня такая интересная. Вообще она провизор у нас называется. Провизор? Да. То есть ты как бы фармацевт, можно сказать? Фармацевт это тот, который как бы доучился там в условно три года, а провизор это закончил высшее практически медицинское образование. И вот в этой профессии отработала 20 лет. Ну, соответственно, больше даже, наверное, с медициной было связано. А сейчас могу уже заниматься как бы тем, что мне больше нравится, потому что в жизни как бы помимо профессии может быть много интересов для человека, который уже себя как бы хочет развивать. Вот. А какие интересы-то? Ну, например, я сотрудничаю с компанией, которая достаточно серьезно занимается рекламой. Это такое новое направление, называется это медиасейлинговое агентство. Оно владеет большой-большой сетью в интернете и использует как бы свои возможности по размещению различной-различной рекламы, в том числе и на ютюбе. Да? Да. Сейчас мне скажут, ну понятно, Михина. Нет, это не имеет никакого отношения. Это я просто Ладу вижу, ну как бы мы на второй раз уже знакомы с ней. И она подруга Лены. И на самом деле мне очень приятно, что, Лада, ты согласилась сниматься, потому что на самом деле многие стесняются, боятся как-то. Ну, ты тоже немножко, я сейчас вижу, стесняешься. Но ничего, ничего. Сейчас, когда мы будем есть эту горгонзолу с грушей, я думаю, что все пойдет веселее. Так. Так, мы почистили. Мы почистили. Две груши, да? Две груши. Сейчас надо будет их порезать кубиками. Такими вот. Ну, вот как будто в компоте. А это уже лук порезало. Это подготовлено уже. Это сколько примерно? Маленькая луковица? Или половинка? Маленькая луковичка такая. Чуть-чуть, да? А грецких орехов уйдет вот такая вот чашка? Ну, это у грецких орехов должно быть 40 грамм. А, всего? Да. Ну, мы берем на людей, которые захотят добавки. Получается 80 грамм. Вот так. Эх, а мы не посмотрели на пакетик, сколько там было. Ну, ничего. Грецких орехов много не бывает. Потому что они добавляются сверху. Ну, да. Сейчас мы должны будем поставить воду, чтобы сделать бульон. Бульон у нас будет... А сколько ты воды-то взяла? Это не важно. Бульон будем, когда будем готовить ризотто, бульон будем доливать поварешкой в ризотто. А из чего бульон? Бульон – это кубик. Просто кубик. А, кубик чего? Кубик должен быть вегетали. То есть, кубик этот, Галина, Ланка, тут не вегетали, поэтому нечего его показать. Говядина на хвосточке. Ну, ладно, не нашлось вегетали. Вегетали. А что ты не сказала? Я бы купила. Да ну, потому что я думала, что у меня вегетали, но это не очень. Здесь не очень отдают говядины. Да? Ну, ладно, главное, что не курятины, на которые у меня аллергия. Нет, то есть кубик вегетали, который мы потом, когда он закипит и будет готов, мы будем его добавлять поварёшкой, чтобы у нас рис не... То есть рис будет готовиться. Ну, ладно, это мы увидим всё. То есть гульон, гульон вегетали нужен только для добавочки риса, чтобы он всё время был орешаем. Угу. Всё. Итак, Лен, ты нарезаешь на вот такие вот небольшие кубики, по типу как чуть крупнее, чем для оливье, да? Да, 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 да. То есть достаточно мелко. Ну, кубики обычные, покрупнее, поменьше, потому что здесь не совсем важно, потому что... Они разварятся? Я тебе объясню, просто одна груша пойдёт в фруваторе. Как это назвать? Ну, вот измельчитель. И потом будет добавляться в рисунто. А вторая будет такая же, порезанная на кубике, уже при выключении рисунто, брошена туда же. То есть она будет... Одна останется целенькая, а другая разварится там. Поэтому не очень важно её, так сказать, размер кубиков. Да, так вот, мы сейчас тут говорили как раз о том, что сейчас много очень людей, да, кто живёт за границей, да. Вот мы на примере тех, кто живёт в Финляндии, очень часто... Очень часто сталкиваемся с этим, что многие из Финляндии приезжают и делают здесь закупки. Одежды, да, там... Да, разные. Бензин, я знаю, точно покупают. Ну, ты расскажи про этого. А у нас на работе мужчина рассказал очень интересную историю. Как у него был склад мебели, совершенно здесь не пользующая спросом. Ну, это не вот... А какая мебель? Слушай, ну, какая-то а-ля советский такой вариант, вот как бы именно на стартгей. А, на тонких ножках? Ну, она... 70-е годы? Ну, она... Ну, типа, ну... Сталинский... Нет, это, может, и 70-е годы, скорее всего. Разные. Да, вот это стенки всякие вот такие. Ну, это новая мебель, да? Она новая, но она по стартгей... В стилистике Советского Союза. И она, как бы, здесь вообще не пользовалась никаким спросом. И так получилось, что, как бы, случайно, как бы, встретился он с каким-то там эмигрантом. Говорит, давай я, говорит, открою, говорит, у нас там магазин в Финляндии мебели. Он туда весь этот склад вывез. А там у него просто на ура раскупили бывшие советские граждане. У них такая ностальгия была, что они даже готовы были мебель покупать. Вот. Так что бизнес, он, как бы, не... Не, да, как бы... Ну, это вообще сейчас вообще вот такая тема. У нас же тоже вот открыли вот такие рестораны, кафе, которые называются советская квартирка, коммуналка. И интерьер там прям как в коммуналках. Ты, кстати, Лена, была в каком-нибудь таком вот магазине? Квартирки, да? Так, сейчас подключимся к рецептику. Да, подключаемся к рецептику. Так, следующий этап. Нужно нам бросить на 4 человека 50 грамм масла. На добавочников 70 грамм масла. Ну, можно вот так. Я хочу сразу предупредить тех, кто только рецепт, тех, кого интересует только рецепт, но это видео не смотреть, потому что у нас не просто видео рецепт, а у нас девичник и приготовление параллельно итальянского ресурса. Значит, ты кинула на сковородку вот эти 70 грамм сливочного масла. Так, и здесь вот у меня была заранее подготовлена маленькая луковичка. И мы её там, ну, не жарим, а так немножко подтамливаем, растворяем. А тут у нас параллельно начинает закипать вода, где мы растворяем кубик. Кубик наш. Кубик. Ну, можно, конечно, я думаю, натуральный бульон брать, потому что, я думаю, итальянцы, когда придумывали это блюдо, там, сколько-то лет назад, в кубиках типа не было. Да, 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 кубиков не было, да, овощи были варёные. Так что, если у вас есть овощной бульон, то можно, да, просто это побыстрее так. Я вам скажу, я вам скажу, всё равно горгонцола отобьёт все запахи, поэтому... То есть она такая вонючая? Ну, она не вонючая, она просто на себя очень много берёт, как бы сказать, и вкусового, и ароматического. Победит все кубики. Да, победит все кубики, плюс добавит грецкий орех, пармиджана, и от вашего запаха кубика не останется ничего. Хорошо. Ну, всё. Ну, что? Это у нас там, всё пока. Всё прикомнили. Ага. А будем ждать. Я тебе ножик. Так, а тем временем, не слабый такой ножик, Лада приступает к нарезанию орехов. Грецкий орех. Они тоже очищены, как бы измельчены, да? Да, они тоже очищены. В стойку, а в стойку это же получится, как труха уже. Нет, 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 я ребятам их правильно сделали. Ты мне надо измельчить. Я же просто это блюдо не ела никогда, поэтому я задаю вопросы, которые... Измельчить именно 4 человека, на 4 человека, это 40 грамм. Ну, а мы втроём, как, 8 человек. А я думаю, что можно и побольше грецкие орехи. Конечно, грецкие орехи. Если они не горькие, то это вообще... Нет, поскольку грецкие орехи идут сверху добавкой, присыпкой, поэтому это вкуснее было. Так, нам, значит, нужно 400 грамм, да, мы берём... Да, вот 320 грамм на 4 человека, но, как правило, идут добавки, поэтому мы берём 400 грамм. Ну, чуть меньше половины упаковки, 900 грамм. Граммов риса. Рис должен быть длиннозёрный, если это кто из Италии, Арборио, такой длиннозёрный рис для рисотто. Добавляем. Ну, я взяла просто вот пропаренный, покажи, как упаковка выглядит, это не реклама, но он просто очень симпатичный, мне кажется, качественный. Жёлтенький такой немножко. Жёлтенький, длинненький. Длинненький, жёлтенький. Так, мы добавляем в наш сливочное масло и немножко обжаренный лук, добавляем 40 грамм риса. Смело сыпем рис в сухую сковородку. Но она не очень сухая, там же плавает у нас. Но всё равно мы привыкли... Ну, не в воду, как бы. Короче, длинненький, пищевый. Так, так, так. Ну, вот, как бы, предназначительно, 400 грамм риса. И перемешиваем со сливочным маслом. То есть у нас он получается такой сдобренный жирком. И сюда нужно добавить стакан этого белого вина. И ждать потом, пока... Сейчас, подожди, а он чуть-чуть тамится или нет вообще? Ну, вот его, обжарить его, как бы, 5 минут. 5 минут вот в этом сливочном масле, чтобы он пообжаривался. Ну, это не стремится. Там же, чтобы попадало. Это будет сверху посыпано. Поэтому, как удобнее. Так, открываем белое вино, сухое, столовое, да, какое-то? Да, вино Гриджо. В общем, сухое столовое вино. Любой маркет. Потому что оно всадется рисом. У нас рис 5 минут там с луком сочетается на сковородке. Лада у нас занята измельчением. Я съемка. Белочка, белочка, белочка занимается. Все при зеле. Все при зеле. Я съемка. Орешками, она как будто прямо аспирин толчет. В ступочке. Прошли здесь, я своню. В ступочке. Что ты хочешь? Так, так. Это у меня тоже, значит, профессия. Извините, пробочку нюхать не буду, потому что это просто пинот Гриджо. Сухое столовое вино. Стаканчик выливаем сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Извините, не смотрим, не смотрим. С бутылочкой я... Когда свинки... Отвлеклась. Ничего, ничего. Ничего. Раздобрить. Еди. В вине распухнет. Ну и сколько ты там? Пол бутылки? Стакан, стакан. Ну давай. Ну у нас, поскольку немножко больше риса, поэтому у нас и больше вина будет. Бока. Хуже не будет. Вино можно наливать и два стакана. То есть рис будет более душистый. Вот и всё. О, стараемся лить по бортику. Так. А вот уже после вина там мешать, наверное, нельзя или можно? Можно, можно. Подожди, что-то у меня скоро нахожу. Держится. Так. Ну и я добавлю ещё. Просто более душистый будет рис. Всё. Блюдо это праздничное, специфическое. Мы вам его обещали на Новый год. Но немножко позадержались. Ничего-ничего. И вы получили на старый год. Можно будет попробовать, а потом на 8 марта сделать. Или ещё просто в какой-нибудь день. Ну да, да, да. Потому у людей просто и дни рождения бывают. Я вам скажу, вкус эффектный. Эффектный. Эффект эффектный, да? Да. Эффект эффектович. Ждите, пока выпарится вино. Ну как там наш бульончик? Бульон готов. Сейчас ждём, пока выпарится вино. И будем добавлять туда бульон. Чтобы рис будет вариться у нас вначале в вине, а потом в бульоне. Ну что, я вижу, что вино практически выпарилось, да? Да, вино у нас выпарилось. И сюда добавляем бульончик. Теперь у нас этот же рис будет. Ну без фанатизма, чтобы не плавал, да? Так чуть-чуть. Да, 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 да. Чтобы он не присыхал, главное. Бульон стоит всё время рядом. Наготове. Да, по мере его. Но он очень быстро, я вас предупреждала, он очень быстро всасывает бульон. Моментально рис пьёт бульон. И сейчас нам нужно будет одну грушу, этим самым, как это сказать, фруваторой по-итальянски, по-русски, я не знаю, как это называется, блендером, измельчить в кашицу. То, что мы порезали вот кубиками, вот эту. Одну из них по объёму одну грушу. Но это у нас две груши порезаны. Да. Значит, половину. Нет, ну не эти две. Вот у нас ещё есть непорезанная вторая. Ещё. Вторая непорезанная, это у нас одна груша. Мы её должны сейчас будем измельчить в блендере. Вот видите, как быстро. Да, да, да. Моментально просто высыхает. Держит камеру. Нет, нет. А это у нас что осталось тут? Орехи. Это другие орехи. Да, ну там осталось. Так, сейчас будем измельчать. Снимаешь? Просто у нас розетка здесь, поэтому это нельзя на стое делать. У нас из-за ёлочки розетка в этой части находится. Сейчас, значит, мы целиком грушу превратим в пюре. Одну из двух. Да, одну из двух. Получилось как детская пюре. Майнс получили, да? Да. Тем временем, Лена ещё уже раза два добавила, да? Да, 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 да. То есть, количество риса у нас на глазах увеличивается. Угу. И вот сейчас, сейчас пирожку вот эту будем добавлять сюда, да? Это вот, сейчас я скажу, подожди, ещё ничего не будем добавлять. Пока мы порезали оставшуюся грушу, складываем её до пары до времени в тазик. Угу. И будем резать горганцову тем временем, пока рис, ресорт подоходит до готовности. Сейчас будем резать такими же кубиками горганцовы. Удаляем. То есть, невелую корочку удаляешь, да? Да. Она несъедобна считается, да? Не, ну она слишком сильно пахнет, она совсем концентрация этого запаха. Зачем она? Угу. С невелую корочку удалили. Поскольку у нас здесь грамм 200, да? Ну, я вроде как 200 покупала. Ну, а нам нужно где-то 150. Это опять же на 4 человека плюс. Угу. Мне кажется, будут плюс к 4, если вы будете делать. Ну, в общем, это 5 человек. Вот так скажем. Лучше. Так, немножко подсаливаешь. Чуть-чуть подсаливаешь, потому что горганцовы немножко. Сахар не добавишь, только соль. Нет, нет, только соль, груша даст сахар. Угу. Ну вот. Потом мы должны добавить. Это вот у тебя уже рис готов или еще немножко не готов? Ну, ему остается 5 минут до готовности у нас. 5 минут. Ага. 5 минут. И поэтому мы уже добавляем сюда все. Порезанную кубиками. Вот она, горганзола. Горганзола. Вот из-за чего есть сыр-бор. Добавляем сюда. То есть это почти по готовности, не раньше, почти по готовности в рисок. За 5 минут, да? Да. Ну, мы можем еще немножко бульона дать. А может не надо? Не будет сильно как жидко? Нет, вообще жидко не будет. Не успеет. Ну и да, я хочу обратить внимание тоже, что вот это все все время делается без крышки. Да, оно же выпаривается. Да, да, да. Так, растворяем горганзолу. Добавляем туда, туда же пюрешку детского питания. А это блюдо считается как бы десертным или вообще? Нет, нет, нет. Это типа еда? Это прямо пьято. Прима пьято это, ну, приходишь в ресторан, ну, это блюдо ресторанное в принципе, это не домашняя кухня. Прима пьято это кто-то заказывает спагетти с ракушками, кто-то рисотто с креветками, кто-то рисотто с грушей. То есть, а и кто живет в Санкт-Петербурге, я не знаю, как в Москве, наверняка есть итальянские рестораны. Слушай, а много получилось. В Петербурге, ты снимаешь? Да, конечно. В Петербурге есть ресторан Миланск, называется Милану на Литейном проспекте. Да? Надо было его посетить. Прекрасно, да, обязательно посетим. И они прекрасно там готовят. Там повар итальянец? Да, да, да. Повар итальянец, и они там вот готовят, поскольку это блюдо северной, северной итальянской кухни. То есть, они там вот это готовят ресорты. С грушей, да? Да, ресорты, перегруша, горганзола и грецкие орехи. И еще немножко у нас будет тертого пармиджана. Но это уже добавляется непосредственно в тарелку. А, подожди, а ту грушу когда мы сейчас... Сейчас, сейчас, вот все, эту выдавили и добавляем. То есть, ну, фактически одновременно пюре. Фактически одновременно. Резаная груша и сама горганзола. Да. Да, дорогие друзья, значит, горганзолу Лена меня послала покупать на Мекрасовский рынок. Там ларек есть? Да. Там не в одном месте. В одном мне сказали, типа, завтра будет. Закончилось, все раскупили, а в другом была. Вот я ее купила. Так, все. Что, все, это все, это готово? Нет, нет, выключайся. А, пять минут, ты сказала. Выключайся. Так, ну что это, что такое ты сделаешь? Мы это добавляем черт и пармиджан. Черт и пармиджана. Так. И где-то 10 граммов сливочного масла. А это сейчас ты перемешивать будешь? И будем перемешивать, да. Чтобы пармиджан, черт и пармиджан, даст нам, так бы сказать, такую... Яскость? Да. И сытность. Вот и все. Это уже все делается на выключенном огне. Своей горячим. Это блюдо сразу надо есть или можно на завтра разогреть? С яичком. Как можно разогреться, объясни мне? Ну как, микроволновочки берешь и разогреваешься? Ну он же вкуется. Ну что, а он в микроволновочке расплавит? Я не знаю. Я вам говорю, как это детский человек. Я вам говорю, они не подогревают. Получите все на дом, по тазику. Так и нам придется завтра разогревать микроволновочке. А он в киеве в кусочек, да? Я боюсь, что при подогревании он может превратиться. Может быть и нет. Все, мы развели там сливочное масло, но уже на выключенном огне. На выключенном огне сливочное масло и пармиджан. Так что тут, да, тут на 4-х человек так вот прям, на больших 4-х человек. Возьмете, мы же подружайки, возьмете в тазики домой. Да. Все. И теперь грецкие орехи мы добавляем уже непосредственно в тарелку. В тарелку посыпаем, да, каждую? А, ну это прикольно. Пишите, как у вас получилось. Главное, до пудинга не доведите. Твердо. Ну, я думаю, что вот это видео мы заканчиваем, да? Да. И следующее видео посиделки и будем пробовать. Подождите, девочки. Ссылочка будет конкретной с ингредиентами и с граммами. Внизу, Марина, твоего видео. Ничего себе, тогда ты мне должна написать. Я тебе напишу, ты напишешь просто конкретное количество граммов, риса, потому что так мы вслух говорили, а так пусть записаны будут. Все, приглашаем к столу. Всем огромный привет, дорогие друзья. Мы с вами снова встречаемся, уже теперь за столом. Вкушение. Процесс вкушения. Ризотто. Да, правильно. Вот, и Лена посыпает... Грецким орешком. Грецким орешком. Вы хотите, да подсыпите. Да, я уже хочу, я очень люблю грецкие орехи. Давай я сразу подсыплю. Чтоб наверняка... Чтоб не кончился. Да. Ну что, давайте свои ощущения. Что ты чувствуешь? Вот она. Так, а бокалы, это вот чей-то кто пил? Не знаю. Кто-то, чьи-то губки прикладывались. Я не пила еще. Вот это чистенький, это мой. Все. Все, дорогие друзья. Вон очиен. Да. Ну, а теперь у нас начинается самый настоящий девичник. Как сказано, где-то что к этому блюду... Марина, не тяни. Да, она у нас бывает. Да. Нельзя этого делать. Ну, хорошо, ладно. Так, ну, сейчас я буду рассказывать о своих ощущениях. Можно было, может быть, чуть-чуть подольше его. А мне нравится у него такой немного хрустящий, несмотря на его кашеобразную, как бы, видимость. Угу. 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 У него реально такой как-то хрустящий вкус. И не чувствуешь ни какую-то горгонзолу, ни грушу, не пойми что. Нет, груша чувствует, сладковатость, сладковатость. Ну, а мне новость. Ну, вот кусочек мне попался. Я что-то почувствовала. Ну, я вам скажу, дорогие товарищи. Кто купит пармиджану настоящий, риджану, будет больше пахнуть. Кто купит горгонзолу итальянскую, будет больше пахнуть. Вот и все, это все здесь зависит только от ингредиентов, потому что у нас пармиджан аргентинский, горгонзола вообще не знаем, чья, не нашли ее, место издательства. А поэтому, когда вот все ингредиенты такие вот, сапориты такие. Я не ожидала, что так будет вкусно. Серьезно? Да. Почему? Нет, я пробовала раньше, но я с белыми грибами делаю. Очень другое. Это намного вкуснее, да. Да? Я даже не ожидала. В принципе, значит, достаточно купить 100 грамм этого. Он просто дорогой этот сыр, он 200 с чем-то тысячи стоит в килограмм. Я за вот этот кусок 200 грамм отдала типа 450. Ну, можно было вот на 4 человека взять 100 грамм. Мы ссылочку с количеством, точным объемом по граммам дадим внизу. Поэтому, если у вас в гости конкретно 4 человека, 100 грамм достаточно. Я не ожидала, что это блюдо настолько вкусное. И я вам сейчас совершенно говорю это искренне, потому что я не очень люблю рис. Я не люблю вот эти вот всякие голубые сыры. Ну, козьи и овечи. Я вообще вот, вообще. То есть, ты не любишь все, что пахнет? Да, но так как в данной ситуации запах был какой-то очень приятный, не пойми чего. То ли груши, то ли... Груша, груша. Да, груша. Да, да, да. И горгонзола все-таки не так много. Мне очень понравилось. Тебе как много. Ты тоже первый раз ела. Ну, рисотто я не ела, но... Не, ну, они же тоже разные все. Ты ела рисотто с белыми грибами? Грибами, да. Ну, вот попозже. Ближе-ближе к грибам приготовим рисотто с белыми. Ближе к грибам. Да. Ну, можно будет потом тоже еще что-то приготовить. Что я хочу сказать. Вот я выясняла у Лены, откуда она это блюдо, где она его пробовала и как выяснилось. Да, помните, мы снимали Олесью? У нас была девушка такая... Видео называется «Как одеваются итальянки». Такая немножко замкнутая Олесья, такая, на одной ночи. В голубом пальто. Ну, она потом снимала пальто. Или сидела в пальто. Значит, верила твоей тоже. Да, ну, в общем, вот, Олесья у нас была из Италии, молодая девушка. Вот. Историно. Родом она с севера Италии, из Торино. То есть, вот это вот блюдо, научила меня Олесья, потому что это типично северная кухня. В Италии север, север... Ну, там каждый регион отличается. Кухня есть у каждого региона. Например, если вы видели песто. Песто вот, которое даже продается в магазинах, уже готовые баночки. Песто, это такой, как бы, торчонный базилик, грецкий, пиноли, то есть кедровые орешки и оливковое масло. Кедровые орешки есть? Да. Ну, они закупают... Закон у них не растет, по-моему. У них миндаль растет в Сицилии. Я не знаю, даже там потом мне напишут зону, где растут кедровые орешки. Ну, вот, короче, песто вот это вот зелененькое, это тертый базилик, оливковое масло и там что-то еще. Это из Генуи произошло. Так и называется. Песто джином лези. То есть, это кухня лигурийская. Север-северная. Но она не совсем северная. Лигурия – это север Тосканы. Это как бы Тоскана и на побережье. В горах север, вот Турино, Милану, они едят по-русски говоря мамалыга, на их языке это полента. Это кукурузная, как бы сказать, такая каша, но которая режется. Потом они прекрасно едят гуляш. Потом они едят, то есть голень этого теленка с мозговой косточкой. То есть, там идет мясное, такое, как наша кухня, такая немножко наваристая. Это Милан. А если вообще подняться ближе на границу Швейцарии или Австрии, там уже и вот эти, да, Австрии, там вот где эти. Там уже попадается кислая капуста, квашеная капуста, маринованные огурчики, черный хлеб. То есть, такое дорогое наше сердце. Приятное звучит. То, что близко к нам. А вот Турино, у них очень много сыров, грагонсол, рисотты, меланези с шафраном, с шампанским, с пармиджаном. Это все вот. А меланези, это я знаю, это когда мясо истончается, как бы очень тонкое такое, да. Что ты хочешь сказать? Ну, я честно тебе хочу сказать, что меланеза, мясо. Ты как хочешь блюдо мне назвать? Меланезе. Я тебе рассказываю свою историю с этим словом. Я впервые попробовала мясо, которое называлось меланеза в Буэнос-Айресе. И это было мясо очень тонко, как бы вот раскатанное. И потом я видела, как на канале одном, мексиканском, Наташа Мекс, готовил сын ее. Знаешь, там берется вот свинина, кусок, да, и раскатывается скалкой в сухарях. И как бы оно вот становится плоским, плоским, большим. И в него как бы впечатываются вот эти вот сухарики. И вот это вот называется меланеза. У меня вопрос от слова мелан. У меня вопрос. В Италии такое делают? Нет, в Италии есть котолета. Она меланезеза. Котолета, то есть это отбивная, свиная отбивная, которая в панировочных сухарях. Но ее не раскатывают, а вот такого тончайшего. Отбивают, отбивают. То есть это свиная отбивная, короче, и просто в панировочных сухарях. А вот это вот меня очень удивило. Но она тоненькая, она изначально тонюсенькая. Ну понятно. Я думаю просто, что это по-разному готовят, кто отбивает, а кто раскладывает. Вот, например, дальше, если вы помните... Задача увеличить площадь мяса. Потом, если вы знаете, что такое спагетти о баллонезе, это уже, значит, с зоны баллонии идёт. Спагетти с этим или какие-нибудь макароны с фаршем и в томатном соусе. Это мы спускаемся оттуда с севера, значит, из Торино, Милана, мы спускаемся через Гену, Баллония, там вот уже баллонезе, там уже идёт мясо и уже появляется помидорный соус. Чем мы ближе к югу, тем больше у нас помидор. А лазанью они все делают? Да, лазанью тоже, да. Ну, лазанья это тоже, по-моему, я не знаю, что-то вот такой средней полосы. Может, либо Тоскана, либо Баллония, ну, в общем, где-то в этой... могу спорить. Ну, ладно. Средней зоны. Про еду поговорили. Весь фарш, а потом ниже спускаемся, ниже, и пошли морепродукты. Хорошо, ладно. У нас на сегодня кулинарная тема уже исчерпана в полноте. Понимаете, она как на ютой, да? Моюсь, даже говори. Нет, нет, я наоборот хочу вызвать тебя на какую-нибудь дуэль, типа, модную, да? Я теперь как сутый кот. Типа, модная дуэль. Пожалуйста, провоцируйте.